наш эфир продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день с чего начнем ну начнем мы со звонка трампа биби натаньян как то с которым он обсудил что еще одна страна в районе конфликта страна мусульманская судан заявила что она будет подписывать мирный договор с израилем устанавливается израилем нормальные дипломатические отношения и то есть это уже третья страна и так похоже судя по тому о чем говорили разговор транслировался судя по тому о чем говорили трамп с натаньяку очень похоже что саудовская аравия будет четвертой возможно пятой потому что там еще одна страна вроде близко но в любом случае это совершенно фантастическая невероятная победа дипломатии нашей американской трампа кушнера ему надо отдать должное потому что то что десятками лет пытались сделать американские президенты пытался сделать израиль и тому подобное никому не удалось удалось трампу который понял что объединять скажем так сказать суннитский мир а это основные государства мусульманского мира с израилем нужно на почве взаимного интереса чисто взаимного интереса а есть два интереса у суннитов первое это защита от ирана и от россии а второе это израиль невероятно нужен с точки зрения экономического развития а сейчас очень удобный момент когда определились скажем так сказать параметры по которым сегодня работает китай а именно он заключил договор китай заключил договор с ираном а поставка к нефти и вкладывать деньги в иран значит развитие инфраструктуры и тому подобное то есть поддерживает режима это а в этот в этот момент до израиля необходимо было найти другого клиента китай огромный клиент для их изобретений а и внедрение этих изобретений и вот для израиля открылась новая рядом с ними то есть значительно более удобное поле внедрения их изобретений для арабов появилась прекрасная возможность заключить с израильтянами которые большие специалисты в ну на сегодняшний день то что называется war warfare но кроме того у израиля есть огромное количество технологий которые очень интересует а именно орошение возведения что называется сада посредине пустыни и тому подобное то есть израиль это маленькая страна которая все понимают что ли я кого страха и никакой опасности для сунитского мира арабского мира но это самое не приносит и трампу удалось уговорить целый ряд государств в том чтобы они начали один за другим подписывать израилем договора о чем мечтать невозможно было еще совсем недавно конечно трамп должен получить за это даже не одно несколько нобелевских премий одну за это а вторую за свою гениальную придумку под названием мы не будем ни с кем воевать а нашу так сказать продолжение нашей политики будет не война как толеран когда-то сказал а будет экономика и мы достигнем значительно больших результатов когда начнем сжать наших противников соперников и прочее экономически вместо того чтобы посылать туда умирать наших детей вот я считаю что это на самом деле самое главное событие сегодняшнего дня и недели и месяца и и всего чего угодно и это событие замечательное ну так как раз мы уже говорили по заговорили о замечательных событиях то мы все присутствовали кто-то смотрел кто-то там колголоски знает вчерашнего дебатов между между президентом трампом и бывшим вице-президентом байден где с одной стороны как бы не было такой явной ничьей победы но если говорить о том для чего собственно все это устраивалось это устраивалось для тех 6 процентов населения сша которые еще не определились я честно говоря не очень понимаю что значит не определились потому что по мне определиться в ситуации как сейчас которые все политизировано невозможно но очевидно существует нам какие-то люди мужские то люди скрывают говорят что они не определились а может действительно не определить научим разгаскать есть есть 94 процента населения которые точно знают за кого они голосуют и 6 процентов населения которые говорят что они еще не знают довольно много людей как мы знаем принимают решение буквально в последние 48 часов перед тем как они идут голосовать и если расценивать это с этой точки зрения то трамп сделал значительно больше правильных шагов это сказать для этих людей чем сделал байден у байдена был всего один мотив под названием ты трамп убил 220 240 тысяч человек типа а если я был президентом то они бы не умерли а ну кто-то это покупает может быть кто-то не покупает но у трампа было четыре пункта с моей точки зрения по которым он очень красиво байдена дожал один неожиданно у него получилось заставить байдена сказать что он будет сопротивляться и закрывать практически добычу нефти газа угля на территории сша что позволило трампу повернуться к камере в камеру сказать техас ты слышишь это пенсильвания ты слышишь это монтана вы слышите это монтана не помню я бы третий штат он по-моему монтана то есть первое это люди отчетливо поняли что за всеми красивыми словами о новой энергетике есть одно некрасивое слово их будут увольнять с работы это первое значит ну то что мы потеряем так называемую независимость нашу энергетическую так сказать уже уже и речи понятно что потеряем да потом он заставил байдена сказать что план байдена который составил не байден а и оси то есть оказия кортес предполагает разрушение двух миллионов высотных зданий и перестройку их под новую систему отепления и прочее и третье он заставил его к там же сказать что он рассчитывает на то что значит ветер и солнце полностью заменят все полностью обеспечит все энергетические нужды соединенных штатов америки что само по себе является абсолютная хинея и понятно что то сказать это невозможно если кому-то непонятно требующие до объяснят и наверное самое главное что раз 10 сказал трамп ну минимум там 7 8 раз он сказал ты бюрократ и трепло ты 47 лет сидел на своем месте сначала сенатором потом восемь лет вице-президентом почему ничего из того что ты говоришь что ты сделаешь ты не предложил за это время и так это повторил достаточно много раз то я думаю что это запомнилась а ну и последняя значит естественно четвертое это то что пресса массовая средства массовой информации старательно пытаются не рапортовать и не донести до людей грязные дела семейства байденов то трамп внес и это тоже выше людей выше людей ему правда не дали развитие серьезно но он говорил об этом три-четыре раза и поэтому люди естественно которые смотрели которые ничего об этом не знали начали спрашивать а что там за история такая почему мы ничего не знают я думаю что это приведет тому что средства массовой информации вынуждены будут что-то начать об этом говорить а за это время скажем так сказать уже начали происходить еще какие-то дополнительные вещи и дополнительная информация о том насколько семейство байденов оказалось грязным коррумпированным вонючим извиняюсь и и и как можно вообще даже думать о том что вы этого человека эту семейку ставить заводить в белый дом просто в ужас можно сказать можно прийти да я не знаю насколько они коррумпирование или нет клиентонов думаю что нет это невозможно скорее всего но они как-то по мелкому по грязному коррумпированные то есть начиная от того что брат байдена получил заказ на 100 тысяч домов построить в ираке не будучи ни строителем не финансистом никем вообще почему это получил потому потому что его фамилия байдена потому что его братан это ему организовал почему его сыну переслали байдена хантеру три с половиной долларов из москвы никому не понятно ну понятно да почему ему переслали 3,2 миллиона долларов на его счета из из украины тоже понятно так сказать сюда не за что просто так у него глаза очень красивые я думаю а еще интересное это когда в переписке вот сегодня вчера вернее вышел человек который сказал я не хочу я демократ я всю жизнь голосовал за демократом но но похоже что меня то спит будут зарывать я один из тех людей которые участвовал в сделках китая с байденом и вот у меня все записи и вот байден врет что ничего не знал байден врет что ничего не получал байден врет что его сын чистый и когда байден сказал во время этих самых дебатов о том что читайте мои губы ни одной копейки ни одного цента я не получил от иностранных инвесторов то он забыл упомянуть что зато его два брата его сын и его дочка получали очень много уже делились они самим джо или не делились это не наше дело вот это такие вот сейчас у нас интересные новости а последняя новость следующая проголосовала уже порядка пятидесяти миллионов человек и значит обычно почему-то демократы всегда больше посылают и ходят вперед голосовать а республиканцы любят ходить голосовать в тот день когда нужно семьями пойти постоять в очереди обсудить за заполните это бросить эту анкету и прочее поэтому всегда ждут что предварительное голосование в два раза больше демократов голосует чем республиканцев на этот раз ничего подобного не произошло в ухо и больше республиканцев проголосовала то есть больше уже голосов за трампа еще в трех штатах очень близко одно в другом есть пару штатов где демократы скажем пенсильвания там далее пенсильвания там одинаково не помню сейчас точно есть пару штатов в которых больше у демократов но не настолько больше на сколько они рассчитывали поэтому есть ли республиканцы как обычно пойдут стройными рядами в день голосования то похоже что все все то что нам твердили опросы журналисты и тому подобное это абсолютно и полная чушь вранье либо дегенеративное непонимание ситуации либо просто наглый обман вот приблизительно то что у нас сейчас происходит вот такие вот дела серёжа и еще одна тема если можно это конфликт между азербайджаном и арменией да вот как раз на эту тему я привел к вам очень интересного гостя но сначала пару значит пару слов а потом я его представлю в районе нагорный карабах где сейчас обосновались этнические армяне идет война погибают люди обрываются судьбы многие сказать много говорится о том кто эту войну начал кто в чем виноват кто участвует в чем причина конфликта но сегодня я хочу поговорить не о том кто и в чем виноват а о вопросе военного оборудования сторон участников конфликта потому что там это безумно интересные вещи сейчас происходит а также о том какие уроки из вот этого вот как бы локального конфликта извлекают мировые державы да и все остальные что называется военные руководители на месте вот что происходит в двух словах армян танки пушки минометы самолеты поставлены туда россии также комплексы ракет с-300 у азеров значит азербайджан они себя называют азеры боевые дроны радиоуправляемые самолеты ракеты а возможно также умные ракеты подвешены к турецким f-16 хотя армяне говорят что это поле используется а турки говорят что они не стреляли оттуда ну будем считать что они есть да значит ну давайте мы на секунду остановимся и вернемся на пару десятков лет назад когда наш с вами соотечественник борис злотин уже 45 лет специалист по то что называется криз это созданной в бывшем ссср теория решения изобретательских задач ну и прогнозирование развития техники провел несколько семинаров в министерстве обороны с сша борис добрый день вы с нами добрый день я здесь спасибо за представление ситуация была очень смешная это был девяносто восьмой год уже пять лет как мы работали в америке мы переехали в девяносто третьем году а вы это кто а вы это кто целая команда мы команда которая в кишиневе создала компанию изобретательскую прогресс на базе теории решения изобретательских задач очень неплохо работали пока нас молдавские националисты не начали бить в хвост и в гриву и нам попросту пришлось удирать из молдавии где захватили власть нации вам повезло значит девяносто восьмом году до в детройте вы сказали вы делали доклад я делал доклад на конференции по изобретательству я рассказывал о том как мы применяли прогнозирование теории решения изобретательских задач при прогнозении развития техники в частности больше всего в автомобильной но я сказал несколько слов о нашей работе для тогда компании макдоналд дуглас потом это стал боинг и вот в перерыве ко мне подошел полковник такой лощеный двухметрового роста мужик авиатор летчик со всеми нашивками ну знаете как красиво все и говорит борис ты так сказать говоришь о прогнозировании а что ты думаешь о нашем гениальном самолете raptor f-22 я сказал это дерьмовый монстр и мы просидели шесть часов в холле пока вся конференция не кончилась обсуждая что произошло почему ты считаешь это монстром он сверх дорогой и в нем есть крайне ненадежная плохая вредная деталь человек а очень просто человек слабая деталь какая часть стоимости самолета приходится на человека на его защиту на его спасение да почти половина а эта дрянь стоила 350 миллионов штука вау вообще планируется 150 а получилось 350 ошибка в расчетах чуть-чуть как седания ошибаются два три раза да и это главный ограничитель эффективности когда самолет делает поворот возникает центробежное ускорение человек не может перенести больше десяти несколько секунд у него выпадает зрение вы больше 10 g имеется ввиду да стежи да но всего несколько секунд там 20 что ли выпадает зрение поэтому крутизна маневра ограничено если убрать человека то маневр может быть намного более крутой а это победа в воздушном бою джон спорил потом соглашался потом задумывался короче в тот день мы зауважали друг друга потом было много совместной работы он руководил одним из подразделений в основном связанным с бомбами привлёк нас мы провели несколько семинаров он нас представил другим авиационным подразделениям компаниям мы провели большой семинар на авиабазе иглин этого флориде в общем где-то лет через я знаю может быть 15 лет году в десятом я его спрашиваю он уже уходил в отставку как раз джон а что там с этими дронами нет когда мы говорили о рапторе я сказал что вместо раптора должен быть дрон и после этого был длинный разговор о том как можно строить дроны как они что такое шесть часов беседы а вот потом когда я спросил что с этими дронами он начал чуть ли не матом крыть все прокляты у нас все генералы летуны до дроны начинают использовать но минимально по самым неважным вещам стараются замолчать убрать а если ты выступаешь за дроны забудь надежду быть генералом я что говорит меня случайно в отставку выгнали я полковник уже последние 15 лет вот то же самое в израиле и повсюду а вот турки стали делать дроны а вот как раз в израиле позавчера появилась статья в газете гаарец генерал майор запаса цахала такой известный человек написал статью о том что самолеты стоят миллионы десятки миллионов что обучение летчиков жутко дорогое человек не может выдержать огромные перегрузки которые легко выдерживают ракеты что пора израилю начать полную переориентацию на беспилотника и на беспилотники иначе война с вооруженным ираном а так сказать с противником принесет такой гигантский ущерб стране от которого почти невозможно будет оправиться то есть генерал майор повторил твои мысли он пришел к этому рассматривая опыт последних 20 лет а ты не будучи военным пришел к тем же выводам до того как изменения стали явными как так получилось что ты мог предсказать это и понять ситуацию до военных теория решения изобретательских задач основана на законах развития техники эти законы выявляются изучением истории статистики и условий при которых они реализуются дальше при прогнозировании мы смотрим приложение этих законов для развития вперед только по автомобилям было сделано порядка двадцати крупных прогнозов из них большая часть сегодня уже оправдалась мы делали прогнозы всего около двухсот проектов прогнозирования которые мы делали и в частности по самолетам было два фактора первый в россии еще давным давно мы работали для ростовского вертолетного арсеньевского вертолетного да вы никто не слышали что был такой вертолетный завод это город которого на карте не было арсеньева я там был и я там решил изобретательские задачи по вертолетам black shark черная акула наша вот для к самому и самолетного сухие делали для тбилисского авиационного был опыт с самолетами и было знание законов развития который позволяет и тогда позволял сегодня позволяет предсказать следующие шаги то есть иными словами можно конструкторов сажать к вам значит на семинар для того чтобы они прослушивали продумывали как что делать дальше исходя из ну скажем так сказать прогнозирование науки еще проще их надо просто научить пользоваться нашим софтвером в котором все эти законы представлены и представлены как с ними работать с причем и со всем прочим ну хорошо мы уже выяснили что автомобили и самолеты можно прогнозировать развитие а с каких-то других там не технических областях это работает около 20 процентов наших проектов связано с медициной в частности мы открыли неизвестные ранее причины ожирения подтвердили их и как с этим бороться мы в 2008 если не ошибаюсь году подали патент на метод раннего определения любых эпидемий вау никого это не заволновало сейчас вот создается специальная компания ну когда получили по башке как следует специальная компания и мы надеемся что мы под это получим сейчас инвестирование и этот метод станет использоваться ну что называется удачи вам а сейчас мы серёжа домой идем на перерыв послушаем наших уважаемых спонсоров без которых наша жизнь невозможна а потом вернемся и обсудим терроризм и можно применять методы о которых говорит борис в борьбе с террором возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла пожалуйста рион да а вот у нас в гостях а борис злотин специалист в триз мы уже объяснили что это такое и вот назрев такой вопрос если можно помогать с решением проблем в технике помогать медицине то может быть можно помогать с решением проблем в борьбе с терроризмом тоже с которым постоянно западный мир сражается вот такие страны ок россия иран они используют терроризм как продолжение своей политики это может быть сотрудник фсб убивающий ядом или боевик из баллы который взрывает автобус мирными жителями вот мы по специальности разрешатель проблем причем на научной основе как бы да вот что подсказывает вам ваша наука как бороться с терроризмом если можно какой-нибудь пример дайте чтобы мы поняли что имеется в виду просто по простому знаете это вопрос хитрый и многоуровневый бороться с терроризмом можно на высоком уровне на среднем на малом что значит на малом уровне это конкретные специфические задачи в моей практике мне лишь пришлось решать такие задачи ну скажем так более сотни раз начиналось это еще в период советского союза у нас на заводе вдруг начали грубо говоря пакостить в турбогенераторы подкладывали стружку в каналы и так далее и мне честно говоря не хотелось выявлять конкретных людей я решил задачу как сделать чтобы это было невозможно ну специальные мероприятия рассказывать об этом я не хочу и вообще рассказывать о большинстве этих решений нельзя это будет помощь негодяям но вот скажу о самом высоком а потом расскажу о конкретной смешной вот на высоком уровне гениальный способ борьбы с терроризмом реализовала голда меир когда после мюнхенской олимпиады черный сентябрь поубивал израильских спортсменов что было сделано а была сделана операция при которой она называлась гнев божий истребляли негодяев но не мелочь не террористов конкретно которые без того само на самоубийство идут а тех кто финансировал тех кто идеологию подкладывал левые во всем мире разорвались как вот такого ученого человека он только теоретические мысли высказывал на базе теоретических мыслей взрывали людей и волк окошили и правильно сделали надо бить по спонсорам надо бить по финансистам надо бить по самому высшему уровню как это может быть видится на будущее очень четкая процедура суд собранные данные вызов суд не явился заочный приговор награда за голову и что-то типа баунти хантер убийцы но все это базируется на одной конкретной вещи на информационной прозрачности сегодняшнее развитие интернета и дронов и всяческих камер и так далее уже позволяет это в большей степени через несколько лет появится эффективный искусственный интеллект мы над этим как раз работаем ну не мы одни естественно но мы с изобретательской точки зрения знаем как это уже сегодня можно делать специальная компания для этого создана на базе 3 и вот тогда когда все это будет на уровне информационной прозрачности не должен избежать наказания ни один из высоко уровневых негодяев и сразу прекратится терроризм может быть не сразу но резко должен уменьшиться согласен 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 а конкретный пример какой нибудь еще один кусочек а второе то что сегодня делает трамп да вы посмотрите что происходит ведь большинство этих стран уже не будет поддерживать террористов саудия не будет поддерживать откуда у них будут деньги у всех этих ясира варафатов ну он сдох но их много еще живых к сожалению да вы имеете ввиду что когда делается союз израиля с этими странами то зачем им его взрывать да вы наверное не обратили внимание на одну интересную вещь где-то с месяц назад может быть меньше чем с месяц в израиле было схвачено и прикончено частично по моему 15 или 16 боевиков была такая публикация а я поднял я не помню имени сейчас этого не всплыло в голове я поднял кто был прикончен тот кто организовывал в йомене войну против саудовцев это услуга саудовцам израиль внес аванс да наверное это правильно ну а теперь такой честно говоря смешной пример знаете 14 лет назад если не ошибаюсь это было 2006 израиль проводил зачистку хэстбалы в ливане довольно сильно воевали и в начале не очень успешно потом успешнее а я в это время был в израиле у нас много клиентов в израиле мы проводили парочку проектов один из них был медицинский очень интересный вот в кибуце как раз на границе с сирией на голландских высотах вот но кроме того у меня был семинар в рафаэле это очень крупная военная фирма а мы проводим наши семинары учим изобретательству не на теории мы сразу же говорим дайте нам задачу я вам покажу как решается и по ходу дела буду обучать и они дали несколько задач одна из задач не центральная центральная была техническая но вот отряд израильских командов должен ночью войти в ливанскую деревню для выполнения какой-то операции скорее всего кого-то надо было арестовать мне не сказали что конкретно просто ночью войти в ливанскую деревню а там куча мелких собачонок кабыздохов которые гавкают по черному приучены гавкать и войти незаметно совершенно невозможно вот как решить такую задачу так ну и какие какие способы есть для решения можно заставить заставить собак замолчать сложно правильно да да заставить замолчать сложно ну отравить их всех подряд ну понимаете что это как-то ну да не красиво и не творчество жалко собачонок террористов не жалко а собачек жалко а вот наоборот в 30 есть один очень сильный принцип когда не работает прямой метод попробуй сделать наоборот что это значит как заставить их непрерывно гавкать например целый день чтобы всем уже достал и чтобы уже никто не обратил внимание мудро да да но это означает подействовать на собак а подействовать на любой объект нужно используя его ресурсы ресурс это то чем мы можем распоряжаться то на что можно подействовать или то что может подействовать а вот здесь вот я уже специалист я вас с огромным псом мой туз был я подобрал таким вот щеночком махоньким через год он уже весил 40 килограмм а мне было по-прежнему семь лет так вот туз был очень странная помесь датский док овчарка и четверть крови волчий 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 у него была кровь он почти никогда не подавал голос а так низко зарычит все собаки вокруг все боялись его по черному как сделать чтобы мой туз стал брехать как паршивая шавка чтобы он не слушал меня он всегда меня слушал такое было сука в течке он у меня сорвался из рук и сутки бегал черти знает где ну натура жизнь такая довольно сложно запустить сучку или там сучек в лиманскую деревню незаметно ну как то не изящно тащить туда каких-то сучек и так далее в трис есть очень интересный принцип идеальности идеальная система этой системы нету а функции исполняется идеальная бутылка бутылки нету а выпить я могу короче что мне нужно от собаки только запах так идем в собачий питомник где всегда есть суки в течке собираем на пористый вот типа поролона какого-нибудь у меня кусок валяется запах запечатаем герметичный пакет кладем в холодильник хоть десять лет прохранится и будет хранить запах в нужный день а может за день до того а может за два на деревне с маленького самолета или с дрона разбрасываем эти кусочки поролона и собаки сходят с ума они разведеют они особычают и все тут уже командосы не командосы собачками до того они за этими кусочками носятся знаешь что было самое смешное да что мы нашли это решение я уже приехал в гостиницу обратно что-то что-то такое чувствует о боже какой удар со стороны классика с детства любимый рабле это 1540 год 1540 да история пантагрюэля и его приятеля хулигана и умницы панурга панург влюбился в какую-то парижанку и эта парижанка так сказать дала ему от ворот поворот и сильно над ним поиздевалась он несколько обиделся поймал суку выполнил вот эти все процедуры а потом порошочком посыпал ей роскошное платье в церкви туда пришлись все собаки Парижа они лаяли прыгали на нее мочились и так далее это все описано с роскошным рабледианством очень красиво это изобретение чудная история чудная история давайте вернемся на секунду к Армении вот там что там происходит и почему как вооружение которое поставила Россия и вооружение которое поставил Израиль и Турция значит разным сторонам как они взаимодействуют и что там происходит какие уроки мы из этого извлекаем честно говоря я не сильно следил за всеми этими событиями скорее я слежу за общим развитием вооружения в данной ситуации я могу только сказать турки молодцы они сделали очень хорошие беспилотники а Россия сидит я извиняюсь в черной дыре по этому поводу и как это объяснить а я знаю как это объяснить знаете еще будучи давным-давно в России мы много работали с авиацией я говорил вот на ростовском вертолетном заводе мы много сделали для Ми-24 но самое интересное было работа над Тбилисском авиационном нас туда пригласили не для самолетов нас пригласили помочь им наладить производство велосипедов как шерпотреба я прошел по цехам мне все показали что там есть я пришел к начальнику редкостной умницы и хороший человек тордия его фамилия была я ему сказал твои мечты безнадежны твои велосипеды никогда не поедут он аж взвился с кресла начал что-то кричать на непонятном мне грузинском языке потом сказал объяснись я сказал вот когда шли по цеху я увидел около пятидесяти рядов по восемь слесарных тисков пятьдесят на восемь это четыреста человек работали в две смены я шел во вторую смену это значит каждая деталь этого самого они делали самолет штурмовик по-американски он называется липфрок это самое лягушачья лапа это су-25 кажется короче каждая деталь дорабатывалась вручную не способен завод на производство массовое а дроны маленькие дроны должны производиться массово это первая вещь второе братцы перед нами поставили вопрос который смертельно важен был для вертолета мы его решили решили я горжусь этим внедрение заняло больше десяти лет из которых девять лет бюрократия точно при обаме в америке получить разрешение на строительство нового фривей двенадцать лет бюрократия все зажрала и естественно в первую очередь она зажрала военное производство знаете я не знаю может быть я выхожу из своего времени но ведь почему у нас не полетел наш проклятый буран один полет совершил и то не эффективный знаете как его создавали нет я в этой области варился я знаю когда решили создать конкуренцию американцев вместо их этих шаттлов великих взяли и назначили заместителя Туполева Лозина Лозинского Вадим Лозин Лозинский человек который всю жизнь был заместителем никогда не был главным конструктором и дали ему абсолютную власть в авиации он собрал всех стариков средний возраст руководящего человека в этой компании было около семидесяти и эти старые пердуны они начали проектировать будущее на базе того что КГБ украсть смогло нам дали мы решали задачу по тепловой броне я хочу предупредить наших слушателей и зрителей что и вам и мне тоже больше семидесяти и мы тоже старые пердуны мне уже семьдесят пять и я как-то это я такой же но меня всю жизнь учили искать все новое и еще как-то профессия спасает а тех учили прикрывать задницу и вся эта фирма Лозин Лозинскую гигантский монстр они только теми занимались что писали бумажки прикрывающие американцы говорят шею да понятно задницу тоже окей ну хорошо тем не менее в Армении происходит следующее Россия предоставила вооружение которое они продают по всему миру потому что каждая война для России это так сказать возможность показать эффективность их оружия и выяснилось что Су-300 танки другие ракетные установки минометы там пушки и тому подобное абсолютно бессильны против того что Азербайджан приобрел у Израиля и у Турции а именно ракеты самодоводящиеся ракеты пилотируемые и дроны и вот особенно были как выяснилось работали хорошо дроны которые называют камикадзе это просто летающая тарелка с привязанной к ней бомбой вот она наводится ее наводят на цель и она ищет туда цель подлетает к ней трахается об нее и взрывает таким образом было выведено из строя практически вся ПВО то есть противовоздушная оборота значит Нагорно-Карабаха Армении и тому подобное и были выведены из строя все танки которые у них там были ну ладно значит можно я добавлю один маленький кусочек да здесь крайне интересная вещь и аналогия когда-то королем флота был линкор и строили линкоры а потом Америка ввела авианосцы и все японские линкоры оказались бездарно и не нужно кораблями здесь это повторение вот той исторической ситуации эти дроны сыграли сегодня ту роль которую во второй мировой войне сыграла авиация авианосцы ну у меня есть последний вопрос значит мы все же в предвыборной гонке сейчас находимся кто с вашей точки зрения сможет более эффективно противостоять врагам и более эффективно помогать друзьям Трамп или Байден и почему у вас есть пять минут Байден намного более эффективен в помощи нашим врагам все что он делает и есть помощь врагам он помогал Китаю он помогал может быть это неожиданно он помогал России так же как Клинтон помогала России кто продал 25 процентов американского урана Росатому Клинтон международная бюрократия предельно криминализирована ей выгодно гнать деньги наружу от Америки потому что там она может снимать с них процент с этих потоков а что было с армией во время правительства Обама это же был ужас я немножко это знаю понимаете вот республиканцы провели в конгрессе решение снизить на 10 процентов все расходы в том числе на армию отлично отрапортовал Обама и снизил за счет обучения людей за счет замены оборудования за счет ремонта оборудования за счет боеприпасов а увеличил бюрократию в армии как результат армия была небоеспособна Трамп начал с того что резко поднял боеспособность армии вспомните в самом начале эпидемии Трамп умеет одновременно по самым разным направлениям работать вот здесь эпидемия а американский флот вышел в море на перехват наркотрафика и с блеском это сделал кстати заодно убрали его из портов где матросы могли заболеть ковидом одновременно мощнейший ход вспомните как с блеском развертывались армейские госпиталя и как великолепно работала армейское госпитальное судно это тоже результат того что Трамп по умному поднимал армию он запретил давать деньги в Пентагон он давал деньги на оборудование и на подготовку людей сегодня мы имеем мощную эффективную армию и будем иметь мощнее и эффективнее понятно а было бы Сережа да а нас осталось совсем немного времени если у тебя есть телефонные звонки давай примем если нет тогда потому что мы не говорили людям что можно звонить времени остается мало поэтому давайте мы звонки оставим на следующий раз хорошо значит тогда если можно Борис что-нибудь еще интересный пример с террористами был наверное вот с командос в деревню был наверное самый интересный из всего того что мы услышали вот какие-то еще интересные примеры остроумных решений которые можно вот ярко быстро рассказать чтобы люди поняли как работает ТРИС если бы можно было показывать рисунки было бы лучше окей расскажу одно из решений мое решение да я работал для хирургической компании серьезной хирургической компании вопрос одна из самых неоперабельных видов рака это рак поджелудочной железы до него очень трудно добраться это страшное дело стоят ассистенты держат кишечник на руках держат желудок приподнимают а хирург туда залезает не добраться ни с какой стороны и вот вопрос как сделать это более операбельно из него родилась потом целая разработка чертежи и все прочее а вот как сделать человек лежит в ванне заполненный физиологическим раствором это физиологический раствор все органы всплывают они плавают в этом значит не надо держать желудок значит очень легко под него подобраться он подплывет вверх ну желудок живот естественно раскрыт дальше это физиологический раствор в него добавлено обеззараживающее даже если случайно царапнут кровь астматическое давление не пустит течь идет не имеет постоянный обмен подаются антибиотики подаются анестезирующие это принципиально новый класс операций а хирургу не все ли равно под водой это делать или наверху особенно если хирург автоматический робот да винчи да да я как раз подумал об этом что да винчи вообще это не имеет значения все равно ты видишь это не робот делает сам хирург но с помощью робота да следующий шаг был очень простой а почему он должен лежать в ванне представь себе цилиндр вертикальный который может поворачиваться хирург который может вверх вниз перемещаться на этом цилиндре перчатки резиновые ну вот вставляешь руку да и делается операция можно как угодно повернуть больного можно что угодно сделать никаких пролежней никакого перегрева или переохлаждения одна из самых страшных вещей переохлаждение при длительной операции внутренние органы переохлаждаются а температуру 36 градусов в помещении хирург перегреется никаких проблем пролежней а после этого в этом же цилиндре он может лежать в рекавери рум восстанавливаться это целое новое направление в хирургии возможно и довольно прилично разработанное ну вот так сказать сходу я Борис огромное спасибо мы уже совершенно в конце своего времени спасибо вам было мне безумно интересно я надеюсь что нашим зрителям и слушателям тоже я надеюсь что не в последний раз и давайте будем дружить всего доброго спасибо за внимание мне приятно говорить было до свидания